Субтитры делал DimaTorzok База в принципе не меняется, она как бы, я ее как сделал, мне в принципе не нужно ничего улучшать, она по-моему уже оптимальна в плане обороны и хрен тут кто пройдет, по-моему это хорошо. Что я хочу сказать это то, что я очень много времени с предыдущей серии потратил на Шагарат, на свою новую пушку. Это была пушка того охотника-убийцы, так, погодь, не надо вот этого. И в общем я ее сделал своей, я ее практически не прокачивал, но то, что там прокачивать нужно было, это допустим ложа. Так вот, мне в итоге пришлось очень много времени потратить, потому что почему-то в этот раз у меня ингредиенты не находились. Ну, то есть порядка где-то двух часов на улучшение этой пушки. Но теперь эта пушка в принципе у нас топовая, наверное. Я решил как сделать. На бритву я поставил нормальный прицел, ну как нормальный, снайперский, чтобы на дальние расстояния работать и в общем чтобы это было хорошо, потому что она как правило ваншотит. А для ближних расстояниях коллиматорный прицел и эта пушка. Главная проблема, почему я сменил эту пушку, была собственно в том, что она закрывает весь экран. Ну, помните, да? То есть когда ты ходишь с ней, она закрывает где-то наверное половину экрана. Но так как я поставил мод, который убирает ее вниз экрана, нам стало гораздо лучше все видно и теперь эта пушка будет снова выруливать всех. И учитывая с какой скоростью она лупила в руках какого-кеборга убийцы, в наших руках она будет лупить еще лучше. Так что у нас все наверное хорошо. Сегодня я хочу пойти в Даймонд Сити и... Ну, в принципе, в предыдущей серии мы неплохо продвинулись по сюжету. Но, в общем, хочу в Даймонд Сити. Хочу, во-первых, взять Валентайна в напарнике, а во-вторых, там что-то у нас в баре какие-то дела вроде как были. Так, ну и стало быть, погнали. Чоби нет. Подожди. Что-то, короче, я уже даже подзабыл, где она. Так, Лексингтон. Даймонд Сити у нас вот здесь, да? Если так давно в этой локации не был, что... Что неудивительно. Там, кстати, слушок такой пошел, что люди говорят, что Дэнс, ну, то есть Капрал Армии Братства, он... Хотя... Хотя нет, не важно. Я вам ничего не говорил. Это может быть спойлером. Ну, в общем, если это так, то это будет любопытно. Так, кстати говоря, что я хотел-то? У нас же уровень с прошлого этого так и не поднят. Я хожу, все, думаю, надо поднять, потом думаю, не... Надо будет поднять на... На запись, собственно. Так, что мне надо, что я хотел? Ага, во, фанатик оружия. Вот это я давно хотел, это мне необходимо. Пушки я улучшаю только так. А здесь вообще анклав есть, нет? В четвертой части. Я что-то как-то не видел. Ну, как бы вот эти вот их пропаганды-то работают, да, но... It doesn't matter. А второе. Эй, ты такой болт-двеллер. Я из письма. Эй, ты был в письме, да? Это все Пайпер, ее газета. Так, хорошо, давайте вспомним, где у нас здесь Валентайн и его агентство. Что это там? А, брамины, буреночки. Слушай, звуки такие. Я что-то раньше не замечал. Валентиноч, ты где, мать твоя? Так, детектив, подождение, не туда пошел. Подзабыл, че-то реально, как в Дайвен-Сити и что расположено. Ник не такой способ, чтобы превратить кого-то, но он только один человек. Так, иногда, все просто паилы. Мы там одну девчонку, кстати, освободили. Ну, Синта. Надеюсь, что это не аукнется там каким-нибудь, я не знаю, страшным мясом. Элли, если вы разговариваете. Снял я, в общем, броню этого охотника, потому что, ну, она какая-то не особо такая. Если его прокачивать, то, может быть, оно и будет хорошим, но они сейчас. Так, ну, погнали тогда, че. Там просто один бункер хотел почистить, но, на самом деле, это все будет потом. Че, как дела, вообще? Короче, это нам нехило поможет. А, погнали. В общем, мне неоднократно писали, что, типа, он это... Блин, он прикольный. Ее стилы ищут. Of course, of course. Так, хорошо. Здесь у нас много всего интересного, но мне, на самом деле... Хотя... Не, погоди, мне нужно куда-то идти. Вот сюда, по-моему. Да-да-да, вон туда. Да? О, че-то я вообще забыл. Подожди, где у нас бар находится? А, во, все, правильно идем. Че это? Здесь много людей хотели от нас что-то. Тут какой-то русский. Ну, бармен или, как там, я не знаю, управитель всего этого дела. Хотел от нас самое главное чудо. Продолжение следует... Бэй, что ты говоришь? Мерсенарий? Каравангард? Не ошибся на два раза. Хм. Я обычно могу видеть на первую очередь. Может быть, ты просто бросаешься на армянный и опасный файл. В общем, я просто возвращаюсь и рассказываю историю, когда я между теми. Я был везде, видел вулк, пребывания, и много монстров. Ты был в вулк? Да. Ты слышал о Вулк 81? Я стою вулк, но каждый раз в ваше время, они заставят в новые люди. Я, кажется, знаю где это. Я хочу узнать твоей лучшей историей. Я из Даймонд-сити. Ты хочешь говорить о что-то очень страшное? Это институт, в их смысле. Не пойду на универсальный пункт. Верно мне, ты не хочешь знать, что они будут. Я там в прошлом эпизоде был только. Так что ты explorал Руэнс? В последнее место, я was going to check out a cell. Реал-лод-тену, вверх вверх вверх. Я не сделал это. У меня плохое ощущение об этой области. До свидания, Артурн. До свидания. Так, короче, смотри, суть в чем. Мы здесь были в одном месте. Где-то пониже. Типа вот тут. И тут у нас была, по-моему, нет, от не того места. Блин, я не помню. Надо будет проверить потом. Свалка долговязого Джона. Да, точно. Вот тут вот сходить. Там мне писали, типа, помните вагон? Давайте сейчас туда отправимся. Там вроде как убежище. Так, и что? Ты держишь этот сенс-фрик в Армс-Лэнде. Ты понимаешь меня? Господи, даже в небе. Эй, бери. Ты видел? Это пауза, что ты думаешь? Это пауза, что ты думаешь? Это пауза. Это пауза, что ты думаешь? Ну, спасибо. Да что-то как-то особо он ничего не говорит. Ладно, давай. Вернись, дед. Все купят паузу. Но у нас много других паузов, если ты чувствуешь хорошо. Прикольно. То есть, диалоги переключаются с одного на другого. Не смотрю в Неварию сейчас. Мама, я знаю, ты у меня меня меняет. Так, ну, ок. Ты можешь, что скажешь? Пока еще, типа. Что история с этим городом? Я понял. Так, ну, мне это сейчас неинтересно. Давай, пока. Так, ладно, с этим понятно. Я пойду поищу то убежище, про которое мы с вами все прекрасно знаем. Если я его не найду, либо если я его очень быстро почищу, то мы сегодня, в общем, результаты исследований сдадим. Ну, по поводу того чипа. То есть, молекулярный уровень. Ну, поняли. Так, поговорить с Вадимом. Странно как-то. Когда я с ним поговорил, у меня отметилось, что типа уже все. Свободен. Так, убежище 81, кстати говоря. Давай сначала сюда. Я надеюсь, что здесь не появилось по новой большое количество супер-бутантов, потому что в последний раз там было реально шесть. Мы там их так долго выносили, что в итоге у нас кончились все патроны, но зато мы там нашли броню Т-60, потому что нам повезло, и там один из паладинов разбился, а потом его разметелили. И мы не смогли ему ничем помочь. Ну, это было прикольно. Не знаю, это был такой ушон. Тася. Сейчас всем устроим по новой, да? Ну, пока что-то как-то так. Так, нам пока оптика нужна. Ну, там что-то какой-то оптика будет нужна, ну. А, вроде нет. Там вдалеке кто-то с кем-то воюет. Короче, ну, помните, да, здесь суть была в том, что ребята жили в этом доме. Ну, типа мастерская или что-то в этом духе. И папаня там писал детям, что если, говорит, что начнется, то... В общем, помните, что у нас за домом стоит железнодорожный вагон. Где-то около него вход в убежище. Я все обыскал и не нашел этот вагон, хотя, по сути, он был прямо здесь. Давай искать тогда. Ну да, вот он как бы. Пипец, как я его не знаю. Вон-то темно было, конечно, я был упорот. Хорошо, и как мне к тебе попасть? Поверху, что ли? Ну, вход вроде как прямо в нем. Ага. Ок. Этот люк заперт. Так. А это у нас идет... Провода куда? И как эту хрень открыть? Ага. Провод идет туда, туда. И в итоге куда-то... Туда, что ли? Ладно, пока меня... Меня никто особо не пытается убить, так что... Давай искать, что ли? Блин, а у него точно нигде там нету. Вот тебя только твою мать не хватало. Собакой разберешься? Нет, Вальк? Походу, нет. Ладно. Не знаю, что это нам дает, но рубильник ведет туда, куда нужно. Поэтому будем надеяться, что все получится. Эта хрень придет? Нам нет. Песик. Кстати, напишите мне в комментарии, где найти песика. То есть он у меня пропал. Я хочу с ним побегать, и это... Не могу его нигде найти. Не в том месте, где он появлялся. Не в том месте, где я его оставлял. Как это вообще? Как это работает? Кипа, на мать! Так, хорошо. Ага. Смотри, реально работает. Прохаванное все. Это круто. А, ну тут не так уж и... Хотя там что-то идет куда-то. О, ребятшки, у вас тут все плохо. Хорошо, выключаем свет вальпы. Вам уже никто не придет. Гвоздемет. Опача. Урон 126, скорострельность 10. Но это как бы не страшно. Он реально гвоздями стреляет. Серьезно. И у него коллиматорный прицел. А, нет, не коллиматорный. Прикольно. Но оно вообще, конечно, такое... Явно очень шумное. Ключ от сейфа долговязого Джона. Так, этот сейф мы вскрыли, между прочим, по-моему. Долговязый Джон. Детей вроде не видать. Да, тихо-то, ну. А вот и детки их. Деток похоронили. Ну, офигеть. Да уж. Я думал, здесь убежище, а здесь имена. Просто нычка. Ну, печально. Да нет, общись по трупам, Валька. Ну, блин. Мне при тебя сказали, что ты хороший мужик, а ты какой-то не особо хороший. Смотри, трупов себя потревожил. Сейф мы уже открыли. Давайте выдвигаться тогда, что ли. Сейчас на собачке испробуем нашу новую пуху. Так, это, получается, нам с вами... Нужно отсюда. Туда, да? Довольно далеко идти. Но я думаю, все будет хорошо. Так, кто-то есть поблизости. Потому что щелкает она не так, как обычно. Я таким образом во всех частях проверял, есть ли враги поблизости. То есть, нажимаешь кнопку вац, если враг где-то в зоне... Ну-ка, подожди. Это что за аварийная частота? Протокол армейский какой-то... Если вы в беде, проследуйте к чекпоинту военному. Там, говорит, есть еда. Это убежище. Так, ладно, пойдем пока. Приятно так шуршит. Глазди мертв. Это любопытно, я говорю, если здесь пойдешь по таким сайдквестам, ты просто не вылезешь отсюда. Это круто. Метяная вышка, что ли? Ну-ка, оптики давай мне. Подожди, но я там не был, кстати говоря. Кажись. Что-то какое-то странное место. Релейная вышка OSC 527. Ок. Я вас понял. Так, какие-то хрень не хватало. Пистолет потратим на них. Легендарная мать выводка крота крысов. Серьезно. Ну-ка, иди сюда. Вылазь. Я же знаю, что ты здесь. Ого. Она, она, короче. Ау. Она в воздухе зависла. До свидания. Так, она там нехило отхиливалась. Слушай, ты сейчас нарвешься, точно. До свидания. Провоцирующий меч китайского офицера. Слушай, если я найду здесь где-нибудь броню, китайскую стелсовую, это будет вообще прикольно. Меч я себе возьму, это прикольно. Круто. Так, радиоактивная кровь, ядерный материал, остальное мне тут не сильно нужно. У этой вышки вообще есть еще что-нибудь хорошее? Да что-то как-то вроде... Вроде нет. Да, блин. Не знаю, зачем я это делаю. Сигнал супермутантов, серьезно? Так, на сигнал супермутантов что-то меня не особо радует. Плохо слышно все, но... И что? Господи, ты какой жуткий вот с этими глазами своими. Ладно, хорошо, пойдем. Нам далеко идти еще. Давай от хозмага пойдем, где нас пытались бортануть, помнишь? Блин, там такие крики. Кто-то плачет. Не знаю, не знаю. Давай отсюда пойдем. Мы, кстати, по-моему, этим людям не сказали, чтобы они в наше убежище шли. Эту станцию я не хочу особо заселять. Вот эту пушку, говорят, если возьмешь, то все, проблемы решены. Ну, типа, если ты ее прокачаешь, Артурка, то все будет хорошо. А я такой, ну да, прокачаю. Так, ребятшки, я вас спас, но вы что-то говорили, что пойдете ко мне, но так и не пошли. Так, че? Нет, не то. Ты не хочешь никуда? Тоже не хочешь, да? Ну ладно. Так, все. Уйди с глаз давай, раз такое дело. По ретрансляторам, я думаю, тоже какое-нибудь потом в итоге задание появится. Не просто так, мол, мы это делаем. Хотя черт его знает. Сколько у меня 18 стимпаков? Маловато. Бывало больше. Блин. Жалко стимпаки, но надо, надо. Там я был, кстати говоря. Я тут уже немного ориентируюсь, слушай. У нас здесь, по-моему, единственное убежище, которое было вот именно таким, то есть нескрытым. Про которое все знали. Остальные все какие-то замаскированные. Вроде как. Одна вон метро. Здесь тоже какой-то бурелом. Ого. Здрасте. Приехали. Тебе оно надо. Походу, надо. Ох. Ау. Так, это нам пригодится себе для улучшения брони. Яо Гай, наверное, оно всегда помогает. Да, смотри. Заныканное, замаскированное. Валька, ты что творишь? Не появляйся прямиком перед глазами. Это слегка пугает. Не то, что пугает, я могу выстрелить. Тут на всякий. Эээ. А, тут еще одна. Идешь, нет? Погнали. Интересно. Тут какие-то люди живут вроде как. Вот такие. Подозрительные. Никого не подпускают к себе. Посмотрим. Я вас понял. Но оружие все-таки убирать не буду. Так, окей. Так. Держи, где-то там. Вальти 81-патриотек. Я не знаю, где вы получили свои руки на работающий пип-бой. Но лучше начать говорить. Я получил это в Валт 111. Валт 111? Не говорил о этого. И что-то такое бизнес-патриотечка вы хотите заниматься здесь в 81? Какой-то в третьем уровне? Это называется «Протокол», вы думаете, что мы просто оставим кого-то в здесь? Я думаю, что это понятно, но маленько побы чуть не помешает. Маэм, какой-то новый «Коммонвальдс»-травлер. Не один из наших обычных трейдеров. Ну, если кто-то хочет, они могут получать это, как и у всех остальных. Давайте поговорим с ними. Давай. Извините за это. Офицер Эдвардс здесь просто делал его работу. Я уверена, что вы понимаете, что нам нужны для внимания. Для новостей мы хотим оперировать на взаимодействии. Вы помогли нам, мы помогли вам. Но это у меня не получится, да? Так, поподробнее, что вам нужно. Нужно больше деталей. Сколько? Хотя, ладно, у меня их 23. А можно как-то, я не знаю, самому выбрать, какие отдать? Я бы вам разряженные отдал, и было бы норм. Зачем они вам? Тоже тупой вопрос, ну давай. Для чего вы нужны? Я не инженер. Но я говорила, что мы нужны, чтобы помочь нам поменять наши генераторы. Так что, если задача выглядит невероятной для вас, я вас уверен, что это очень важно для нас. Я уже имею в виду фьюзионных корпусов, которые вы нужны. Серьезно? Ну, тогда, я думаю, что я должен сказать, привет! Добро пожаловать! Я буду рядом, чтобы встретить вас на входе. Макнамара, понимаешь? Ну, здрасте, что ли. Давай, Гвинн, мои ребята работают на двумки уже недели. Они нужны спортом. Все сейчас работают трудно, Кал. Ты думаешь, что я не знаю? Просто сделай самое лучшее, с которым ты можешь. Это все, что я спрашиваю. Хорошо. Я буду видеть, что я могу сделать. Но ты и я both знаем, что мы не будем продолжать так. Наверное, не стоит принимать стильную подходку здесь. Ты должен остановиться и увидеть Хорейшио, когда ты здесь. Я не могу представить, что ты видишь много барбарок в коммунистике. Извините за это. Как вы скоро увидите, у нас есть несколько мейтенц-проектов. Гвинн Макнамара. Оверсиер. Добро пожаловать в Валт 81. Здесь, мы проживаемся, чтобы сохранить успешную Валт. От первого убежища, которое я вижу, прям нормально устроилась в новом мире. Но есть определенные ресурсы, которые мы не можем предоставить себе. Почему ты держишь себя так изолированным? Почему не? У нас есть теплые домики, чистые зубы, Солидный рюк на наших головах. Наши продукты и вода, наши радиации свободны. Мы не бороться с элементами или рейдерами. Мы безопасны здесь. И для некоторых, эта безопасность и стабильность, это, что считает. Ты должен быть уверен. Задержи. Конечно. Здесь они. Спасибо. Доктор Пенски будет огромное обеспечить это. Теперь? Я у меня работа. Маэм, а что с его, эээ, парень здесь? Я позволяю. Секретность уже более внимательна, как она. Если он живет так долго в Союзе, я уверен, что он выбирает его парнями. Если вы хотите еще что-нибудь, я буду в моем офисе. А теперь силачом пришел, интересно. И я не думаю, что они тут. Уже зараза ходячая. Я вас понял, все будет в лучшем виде. Или нет. Здорово, Нил. Ахах. Итак, у нас сегодня нового посетителя. Не скажи ничего. Но, чувак, я бы любил быть здесь. Это довольно опасно. Ты не останешься дня. Да, это страх. На самом деле, как мы работаем, 81 будет рядом с ним. Трудная работа не стоит. И вы, ребята, вы поддержите паузу, да? Я пытаюсь, по крайней мере. Они говорят, что это все движущие части, которые у нас работают по кругу. Структурально, я думаю, 81 будет все довольно громко. Паузу Тек, наверное, знали, что они делали, когда они устроили эти места. Ну, я не хочу вас держать. И я должен вернуться к работе. Может, я увидел тебя вокруг. Ботан. Хорошо, пойдем. Ты че-то какой-то напряженный. Хотя тебя можно понять, да? Что они оставили тебя? Что с этим? Что с этим? Что с этим? Я не верю в оборудователей. Мы не нужны твоей помощи, мы не нужны сейчас. Эм... Ты че такая злая? Как ты это знаешь? Что случилось? Что случилось? Что с этим? Я встретила девушку, с外側. Ты говорила, что она будет уехать меня от всего этого. Она дала мне мне деньги, чтобы она могла найти нас место, чтобы жить там. Я не слышу от нее в месяц. до того, чтобы у тебя не было. Удивительного трейдера говорила, что она видела с каким-то человеком в Даймонд-сити. Эти че-то нечего, но львови. Только смотря на себя. Блин, а если бы я сила, что он пришел? Это было бы прикольно. Не, я ничего не хочу сказать, но... Гражданин пять. Тебе даже имя не придумали. Кичка! Серьезно? Да вы че никто не слились за кошкой? Кичка! Пипец. Котэ убежала, короче. Ну? Шо тут скажешь? Раздолбай. Ага, пусть попробует. Смотри на себя. Работа никогда не заканчивается в Гражданин пять. Эх... Ахм... 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 Так, ну давай посмотрим. У них здесь еще лифт. То есть вообще можно отградиться от всех. Прикольно, не знаю. Я б тут жил. Поубивал бы всех своих людей и пустил бы. Было бы круто. Хотя ладно, давай уберем. Не будем провоцировать. Черт то знает, чё этих дерганых на уме. Эй, мистер. Ты реально из коммунистов? Серьезно? Ребенок? Поехали, сын. Ты меня мешаешь. В смысле? Ладно. Терпим. Я сейчас уехал. Не ждать за меня. Одновременно? Но я нужна ваша помощь здесь. Это что-то. Пожалуйста. Ты не нужна моей помощи в год. Что-то что-то, она может ждать. О, так что Эрин и я можем просто ждать? Ты уйдешь больше, чем ты здесь. Что-то случилось с любимым мужем и папой? О, ты здесь. О, ты здесь. О, ты здесь. О, я слышал, что мы оставим кого-то в дом. Как долго ты планируешь на стоять? Это не твоей бизнес. Да? Ну, вы тоже. Мы можем обмануть себя в 81-м. Мы не должны оставить в каждом пространстве, который приходит нам. Страшненький. Так, слушай. Я же кое-что попробовать-то хотел. Эээ, для этого мне нужно... Не знаю, вот это подойдет, нет? Нет, это не подойдет, это я подобрать не могу. Да блин. Да блин. Да блин. Хе-хе. Сейчас ее надо уронить. Вообще нечего. Бог, отлично. Идеально. Стой, стой, стой. Блин, это слишком маленькая не одевается на голову. Ну ладно, ушла так ушла. Значит все обворуем. Здесь, в принципе, воровать-то особо нечего, да? Просто хотелось попробовать. Это фишка. Если кто не в курсе, в Скориме, который на том же движке сделан, можно было ведро на голову одеть торговцу, и он, ну у него теперь поле зрения перекрывалось, он не видел, короче, что ты мог обворовать весь магазин. Здесь вроде как тоже должно работать. Почему гражданин пять на всех? Любопытно. Так, оверсир туда. Это нам еще не надо. В смысле? Чем тебе мои в шине нравится? У нас тут даже ведерко есть нормальное. Так, ну-ка давай мы его с собой возьмем. Как полудурок с ведром. Так, ну-ка хватай. Нам нужно его перевернуть. Во, идеально. Что это было? Охереть, у них тут арбузы лежат. Неплохо, неплохо. Ай. Ай. Да. Это всегда милый результат видеть новую лицо в районе. Кто Гуэн? Ох, Гуэн с востралией. Но я никогда не мог бы навязаться на это. Я знала этого девчонка, а она была в диапазоне. Если нужны любое мясо для дороги, или просто чувствуешь себя голодным, дай мне знать. Наше меню не очень экзотическое, как коммунисты, но это сделает в пинч. Ты ведешь это место самостоятельно? Боже, нет, я бы был враг. Мой мужик Марк, он мне помогает. Но в основном с вкусом. Это тяжелая работа, кормить всех здесь? Это было бы легче. В то время, когда я был маленьким, он был более продуктов, чем мы могли считать. Моя мама научила мне какие-то рецепты, которые были ингредиенты, которые... Ну, я не думаю, что вы их еще не сможете найти в любом месте. После того, как мы начали тренировать, мы успеем успешно, но... Варияетия... И вы будете совсем не против, если я вам принесу? Конечно, я все понял. Ты никогда не думал о уходе? Никогда. Ты никогда не понимаешь? Возвращаясь и выросла прямо здесь, в Вулк 81. Было легче тогда, знаешь. Супплики были высокие, и危険ные на улице были both серьезные и неизвестные. Поро Гвен. Они не знали, что она была вошла, когда она принесла роль обстрела. Как вы делаете Гвен как обстрела? Это влияет на землю, я могу сказать. Мы нужны помощи от коммунистов. Но некоторые люди... Они не волнуются за это. Не предупреждаю ситуацию. Возвращаясь на людей, которые работают в окно. Даже я. И, главное, не впускайте сюда никого, прикрывающихся благими целями. Братство стали, я думаю, вас тут разнесет только так. Ладно, бабка, давай. У вас-то есть нормальный магазинчик какой-нибудь, который можно выставить именно? О господи. Опять его вот это вот. Круто. Сейчас пострижемся. Какую-нибудь новую прическу. Я не могу выйти из кухни. Я не могу понять, что он живет слишком долго там в коммунистове. Сверки. Я нужна больше сверки. Спасибо, Сорасио. Я люблю это. Я не думала, что я никогда не смогла вставить в час, в которые я работала. Но ты делала. И теперь ты выглядишь полностью воскресенье. Просто помнишь. В пару месяцев, когда ты вернешься и увидишь меня. Теперь я с тобой. Добавлю немного отдыха. Нет предупреждений там. Но я попробую. О, Эрин. Ее коты укрепили в Коммунистове. Ах. Я надеялся, что ты остановишься. Теперь я знаю, что Коммунистове не показывает силу, когда в связи к здесь. Знаешь, вообще-то да. Трамп? Да, я не знаю. Ты была в окно-магазине? Куинзи. Вчера и вважена. Мой мать, может, она была спокойной. Она была дот. Я помню ее сюрприз, когда она научилась, что я бы хотела бы выкручить волосы, чем выкручить людей. Но... Оно о мне. Оно о твоем волосе. Давай. Давай. Давай, посмотрим, что с общим миром нужно работать. Просто уйдай. Покороче. Nope. 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 Щеголь, конечно. Ну так, чтобы вызывать доверие, да? Городской рейнджер. Так, сейчас еще кучу глянем. Городской рейнджер, конечно, это наш выбор. Но пока что. Можно такую сделать. Позорная отставка. Не-не-не. Хорошо, растительность на лице пускай остается. Все, готово. Так, все, погнали. Пока не отросли. Волосы по-новые. Так, что у нас здесь интересного? На самом деле, блин, тут столько интересных мест. О, смотри, какое большое. Прикольно. Школа, смотри. Это же прям как в этом. Они что, козу проходят? Город. Город. Так, понятно, пока особо ничего не будет. Уоу. Уоу. А настоящий живой человек. Ты смотришь красиво. Город. Так, ладно, пойдем к смотрителю. Здесь, короче, много всего интересного. Надо будет потом здесь еще побегать. Сейчас пока работу надо найти, а то мы сегодня с вами как-то... просто ходим и смотрим на всех. Здрасте. Извините. Извините. Осторожно, аутсайдер. Я вас понял. Можно, да? Это что? Чей пепел там? Извините, аутсайдер. То есть, каких-то особых тут дел нет, да? Так, ладно, комп мы особо не будем пока. Хотя, можно вот так вот. Ну-ка. Пссс. Сейчас, увиди, что я могу сделать. Вот. Поверь на это. Ну-ка. Если у вас уже не было, то вы должны остановиться в школе. Кейти любит тебя говорить с ее студентами. И как мы там живем в этом говнище? Хе-хе-хе. У сил все такой кофе пьет. Нормально. Ладно, короче, попелекали отсюда. Я думаю, у нас здесь появятся еще интересные задания. Только я сейчас до конца добегу этого помещения. И посмотрю, что здесь еще есть. Если вы хотите хорошую пищу, то увидите Мария в кафетере. И он будет снять. Где этот парень пришел? Ага. И он наверняка понадобится что-нибудь, чтобы там починить вот эту вот всю машинерию и тому подобное. Офигеть. Красиво. Живут же люди, ну. С моей микроскопом. Все, что надо. Извините за пищу. Это никогда не закончится в эти дни. Я никогда не виделся на моем виде. И я не хочу начать сегодня. Если вы хотите что-то, спросите Алексису. Я не могу сделать голову или голову из этого типа. Живу бы пока. Она похожа на nettей, девочка. Подожди. Ага. Поехали. Мне кажется, мы тут больше ничего не найдем особо. Хотя, это целая научная лаборатория. Здрасте. Я надеюсь, я не буду equivocater. Но хотелось бы спросить вам о помощи. Можете дать какие-то медические зампли? Даже только медсампли? Почему ты нуждаешь медические зампли? Это для моих исследований. Люди от Волта 81 были генетически изолированы от коммунистов до многих генераций. Я пытаюсь определить, какая генетическая варияция между двумя группами. Эммм... Да, не думаю так. Сквеймиш? В реальности нет ничего, что опасно. Это зависит от вас. Если вы измените свою сознание, вы знаете, где найти меня. Здорово, доктор Форсайф. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать о том, что доносить медицинские зампли? Я могу. Для каких-то капсов. Ты хочешь разговаривать за деньги? Люди живут здесь. Или делай это, потому что это правильное, чтобы делать. Или, кто-то видит коммунистов. Пожалуйста, садись, и я сделаю немного крови. Ах, куда садиться-то? Сюда? Садись там. Это будет только один секунд. Что-то во что-то я влез опять. Хе-хе-хе. Эхе-хе-хе. Эхе-хе. что, все? Не, ну, я могу подождать, но, в общем... Походу, все пока. Ладно, пойдем отсюда, Валька. Что-то мы сегодня, короче, подзадержались в этом убежище. Чисто осматривали его. Особо не воевали даже. Я все-таки думаю, кое-кто будет. Тебе, кому это было выгодно. Ого. Так, берем лифт и отправляемся обратно... Сейчас мы к доктору переместимся просто. И отдадим ему этот чип охотника. Ого. Ты хорош вот это вот делать. Не знаю, но он прикольно выглядит. Такой. Ладно, ребятушки, у вас тут довольно интересно. Я пока не понял, зачем мне все это может пригодиться. Давай лесбу, пока. Погнали отсюда. Ну, то, что кот Эва бежал, это, конечно... Ок. Что там, день уже, что ли? Офига себе. Киська. Оно все еще катится. Так, ну-ка ты, я так понимаю, убегла окончательно? Его потом где-нибудь можно будет найти или нет? Не моя проблема. Так, хорошо. Инфо. Молекулярный уровень. Привести анализ чип охотника. Это мне нужно двигаться в добрососедство. Ок. Я, на самом деле, думал, что мне обратно нужно к супер-мутанту, этому, как его зовут-то ученому, к светящееся море. Оказывается, нет. Я еще сокрушался, что бронесиловую не взял, потому что там без нее нет жизни вообще. Кстати, говорят, что дополнение одной к Fallout 4 будет полностью проходить под водой. Так, почищено, почищено, почищено. Я тут уже все почистил. Тут нам дама отдалась. Ну, привет, красотка. А, мы к нему... Понятно. Вот оно че. Как мы просканируем. Сейчас мы полезем к нему в чип. С этим, кстати, полудурком надо будет потом че-нибудь сотворить. Ну, то есть, вы помните, Серебряный плащ? Вроде как там прикольное че-то. Ты бы знала. Ты бы знала. Ну, да. Ну, да. Подземка. Подземка. Серьезно? Подземка? Я чуть про них ничего хорошего не слышал. Что за подземка? Да. Да. Я не знаю, кто они все. Обычно, агент у них просто появляется с человеком, кто нуждает новые памятники. Один из них дал мне код-фрейз. Я сказал, что это бы помогло мне найти их, если бы ни было в экзамене. Следите по-фрейзу. Какая идея, что код-фрейз означает? Я не уверена. Но я помню, что там был предварительный плащ, с похожим именем. Я начну там. Надеюсь, они поставили другие правила, чтобы рассказать вам, где идти после этого. Я помню то место, где мы там лебедя нашли. Помните? Это как они думают. Окей. Найду. Я не могу. Я извиняюсь, что у меня так скриптическое. Но, возможно, ты можешь понять, как ты идти. Так, ладно. Не густо, конечно. Я думаю, будет норм. Так, нам получается сейчас... Найти подземку. Следуют дороги. Ага. Хер его пойми, как это сделать. Ни хрена не понятно. Там какие-то стрелки были, что-то такое. Роза ветров какая-то еще была. Но это, кстати... Я бы, на самом деле, хотел, чтобы все квесты в Fallout 4 были именно такими. Так, это мы уберем. Эээ... Подожди. Эээ... Не-не-не, не так. Подалить метку. Подожди, а где она была? Где-то... Где-то недалеко тут, кстати говоря. Да-да-да. Да-да-да. Где-то отсюда. Короче... Что я хотел сказать-то? А, что квесты... Помните, в Морвенде квесты были? Пойдешь направо по дороге, где-то через, там, я не знаю, через 5 минут ходьбы увидишь пригорок с камнями наверху. Повернешь к нему, за ним увидишь курган, пройдешь 200 метров и найдешь пещеру. При том, что там гор с камнями наверху курганов и пещер просто десятки. И вот реально ты там ходил и тебе приходилось во всем этом ориентироваться. Это было так круто вообще. Не знаю, конечно, сейчас его очень сильно оказывалили. Я не считаю, что это плохо. Я просто... Ну, мне этого не хватает. Сейчас ведьмаки здесь реально под руку ведут. Это, конечно... По-своему прикольно все равно. Так, это хрень. Протектрон. Путь свободы. Лебедь, я надеюсь, больше не побежит. Это будет забавно. Так, хорошо. Сегодня у нас в серии получилась такая мирная. Но, тем не менее, мы, в общем, нашли с вами еще одно убежище. Это первое убежище, которое реально контактирует с открытым миром. Слушай, мне не нравится эта броня. Она какая-то гомосяцкая. Не знаю. Не очень. Короче, хрен его знает, где этот... Тихо. Путь свободы искать. Но, в итоге, я думаю, что это займет некоторое время у нас. Это свидос. Он там еще и тело бегает. Это свидос. Он там еще и тело бегает. По-своему, не хилая пуха, да? Совсем-таки. 7A. Что это может значить? Так, ладно. Давай сейчас с них пособираем все. И пойдем искать. Да, у вас, как обычно, очень мило. Так, жилой квартал пир. Вот куда я попал? Подожди. Давай вот сегодня на серии еще зачистим это место. Так, патрон охотничий карабин. Да, я, кстати, уже знаю, что если здесь даешь своему напарнику пушку, он ее не возьмет, если у него внутри нет патронов на нее. Когда я давал силачу пистолет, он не брал. Я думал, что ему по размеру просто не подходит. Оказывается, вон оно как. Так, а куда я пришел? Что это за место? Просто так заглянул, как обычно. Чувак, тебе руку зажало. Вот, как обычно. хотел с вами попрощаться. И в итоге влез в дерьмо. Впрочем, ничего нового. Как думать, куда она нас отвезет? Я даже не знаю, зачем я сюда иду. Сейчас, короче, открывается, а там тупо солдаты. Вот это будет забавно. Ясно. Вообще не богато. Так, слуш, так я вам там вообще внизу был. Я-то думал. Театральный район. Здесь я думаю, куда-то спрыгнуть можно и получить что-нибудь хорошее. Между прочим. Давай сначала этим займемся, а потом уже выйдем в театральный район. Так, Ник, что ты делаешь? Мужчина. Мужчина. Аккуратно. Походу нам до вас не дотянуться. И раскачать вас тоже не получится. Открученный хер ставлю. Открученный. А вот тут. Мертвый мужик. Так, довоенные деньги. все забаррикадировано такое короче и слава богу наверно поехал посмотрим что там на крыше я думаю там ничего нет но и там еще этаж был да как вы видели короче чертова знает с этим путем свободы пока не понял на понял но это надо будет очень тщательно искать то есть таких мест на карте как минимум 6 это я это я попать и ник что-то там делаешь некий симпатичный все-таки здесь город сделал реально круто ладно короче говоря давайте на этом заканчивать в следующей серии двинемся по пути свободы будем как-то его раскрывать будем пытаться этим со всем что-то сделать пока что могу сказать что это наверное будет достаточно геморрой но тем не менее интересно потому что в этой игре интересно абсолютно все надеюсь вам понравилась эта серия увидимся с вами был артур всего хорошего игра отпусти меня уже что там происходит пойдем сходим кого выпить это кто-то упал эм телефона мать тихо рейдеры что ли тупо рейдеры сломали чё ты какой то вообще мякунький вертолетик я видел там тело 1 упал надо быть сходить его полутать такое ощущение что в воде что то есть такие звуки были так теперь кто лупил ли а легендарный рейдер вот он так мне надо отойти не кстати говорят неплохо воюта так вот я тебя вижу уже не вижу мимо да блин серьезно отлично ну ты тварь пушки конечно проспедалит на патрон не напасешься так никто отдыхаешь там да так с вами допустим порешали рейдеры надеюсь что телочки получит хороший ты тут упала гибельная кожаная броня для правой руки уменьшение урона от болотников и насекомых ну такое давай лучше очки сварщика возьму они мне больше нравится так погодь так короче здесь тело упало рейдеров я даже обыскивать не буду у меня огнестрельных патронов уже до жопы чувак по моему в броне упал куда-то вот сюда еще не находим походу капитолий капитолий рейдеры да да чё-то мне кажется мы не найдем в этих пустах ну ладно ничего страшного так мы были там мы увидели как она закрутилась и тело упало примерно тутова может быть он на газоне лежит конечно обход есть доник хорошо здесь мы отбивались от лебедя так написано назад лебедь типа опасайтесь и тому подобное ладно короче говоря давайте на этом заканчивать следующей серии будем искать путь свободы я так чувствую это будет достаточно сложно но это определенно будет очень круто ладно всего хорошего всем пока а и и Субтитры создавал DimaTorzok